Переход властей Китая от жесткой политики нулевой терпимости к ковиду, к отмене практически всех карантинных мер, привлекает внимание далеко за пределами страны. Пандемийные ограничения неизбежно привели к замедлению и даже спаду в отдельных отраслях и экономике в целом. Отметим, в июне Всемирный банк прогнозировал рост экономики КНР на 4,3% в 2022 году и на 8% в 2023. Сейчас банк снизил свои прогнозы до 2,7% в текущем году и 4,3% в следующем. Как во второй экономике мира планирует бороться с угрозой кризиса, интересует аналитиков и инвесторов по всему миру. Подробная ситуация в Китае расскажет моя коллега Альбина Абдурахманова, которая выходит с нами на прямую связь. Альбина, здравствуй. Какая сейчас экономическая обстановка в Китае и какие изменения произойдут в экономике Китая после смягчения карантинных мер и антиковидных мер? Здравствуй, Нигер. Стоит отметить сначала, что антиковидные ограничения в Китае уже отменены. Кроме того, хотелось бы отметить, что с тяжелыми последствиями коронавируса на экономику столкнулся буквально весь мир. Мы это знаем, но каких-либо физических разрушений от него не было. Просто экономическая активность была поставлена на паузу. Да, можно сказать, что Китай, быть может, больше других стран ощущал эту некую напряженность. И да, вот эта вот временная пауза в экономике, она поспособствовала, скажем, замедлению экономического роста в стране. По ясным нам прикидам, это в первую очередь, как вы отметили, ограничительные меры в связи с вирусами, или иначе говоря, политика нулевого ковида. Эти меры были смягчены относительно недавно, в частности, когда я говорю о смягчены, я имею в виду как раз-таки то, что КНР полностью возвращается к нормальной жизни в настоящее время. Но в то же время все же сохраняется некая нагрузка на китайскую систему здравоохранения, она все еще высокая, что, конечно же, также оказывает свое влияние. Но тут мне бы хотелось обратить внимание на один очень интересный такой факт. Боремся мы с пандемией коронавируса на протяжении уже трех лет, то есть ограничение из-за ковида для нас не является новым. Я уже говорила о том, что весь мир столкнулся с определенными вызовами, но сейчас, раз уж мы говорим о Китайской Народной Республике, то мне бы хотелось провести некоторые цифры. Буквально несколько месяцев назад, не так давно, прошел 20-й всекитайский съезд, вы это знаете, и так вот, на этом съезде председатель Си Цземпини выступил с докладом, в котором говорилось о проделанной коммунистической партией работе за прошедшие пять лет. И взглянем непосредственно на экономическую сторону этого доклада. Так, китайский лидер среди главных успехов страны выделил именно победу над бедностью и стремительный рост ВВП данным. Общий объем ВВП страны увеличился с 54 триллионов юаней до 114 триллионов, это порядка 13 триллионов долларов. Доля совокупного объема экономики в мировой экосистеме достигла 18,5%, и прирост здесь мы видим на 7,2%. И поэтому показатель Китая, вы знаете, он прочно занял второе место в мире. Также хотелось бы обратить внимание на ВВП на душу населения, он увеличился с 39,8 тысяч юаней до 81 тысяч юаней. Помимо этого, нам известно, что по объему производства зерновых Китай закрепился на втором месте в мире также, и он лидирует в неизменном мире по масштабу обрабатывающей промышленности и объему непосредственно валютных резерв. И рост ВВП КНР в первом полугодии составил 2,5%, и рост экспорта также стабильно держался в 2022, в этом текущем году, на уровне 18%. И вот теперь возникает вот такой вопрос, учитывая, что коронавирус со своими последствиями с нами довольно-таки давно, удалось ли бы достичь вот таких результатов? Альбина, ну что ж, будем следить за тем, какие меры будут приниматься для борьбы со сложившейся ситуацией. Спасибо за то, что подключилась. Я напомню, на связи с нами была Альбина Абдурахманова. Альбина Абдурахманова